Важная тема. Включите уши и свое внимание. Ведь постоянно говорят о том, что судьба, не судьба. Зачем стараться, все предопределено. В вопросе удела материального достатка говорят, все уже изначально предначертано в утробе матери. Да, все это понятно. Все эти нюансы, богословские аяты и хадисы, уж поверьте мне, более 30 лет с этим работаю. Но вы себя или кто-то вас обманываете. Все знания Творца, все знания, с учетом его неограниченности во времени, и ваш выбор в реальном времени, это разные вещи. И удел определяется вашими действиями, вашим выбором. Но все изначально известно Богу о том, как вы поступите. Поэтому у вас уровень на 100 долларов, это не потому, что Бог так захотел, Он определил, предписал. Потому что вы сами такой. Вы сами к этому шли, к этому пришли. В итоге получив божественное благословение. Тема, я ее подробно раскрыл в книге «Финансы триллионера». Это не реклама, нет. Прочитайте. Чтобы бедных стало меньше, а тем более сваливающих все на Бога. Из-за своей лени, неорганизованности, видишь ли вам, это не то, то, не то. Прочитайте. Чуть-чуть. Поднапрягите себя. Постарайтесь. Да, говорят, богатые, они работают как проклятые. Мне не нравится это слово «проклятые», да, но они работают очень много. Я на собственной шкуре, милостью Всевышнего, последние 30 лет своей жизни очень хорошо это испытал. И получил соответствующий результат. Хотя моя сфера деятельности не финансовая. И вот в этом контексте судьбы очень важный хадис. Он есть в своде хадису имама Термизи, достоверный. Хасан Сахиах. В своде хадису имама Ахмада, в других сводах хадисов. Я в данном случае прочитаю реваят из Ат-Термизи. Один из подвижников спросил. Во посланника Божьего спросили. Во посланник. Единственное число руке. Это руке заклинания. То есть определенные руке заклинания. Вы, если знаете мою книгу, потусторонние миры, такая синяя, в размер ладони. Потусторонние миры. Там есть, с точки зрения Курана и Сунны, как раз все эти нюансы от сглаза, от колдовства. Руке заклинания – это понятие в исламе есть, но имеют определенные канонические границы, очерченные Кураном и Сунны. Как раз это и есть в моей книге «Потусторонние миры». Так вот, руке заклинания. Определенные заклинания. Чтение молитвенных формул. Для того, чтобы что-то снять, порчу с глаз. Какое-то вот отрицательное, негативное влияние. Снять его молитвенными формулами. И вот у посланника Божьего спрашивают. Вот есть заклинания, заговоры. Мы просим у людей, чтобы они читали нам заклинания. Снимали то или иное. Хорошо. Далее он говорит. Есть лекарства. Лекарственные травы. В современных реалиях огромное количество самых разных лекарств. Да? И тогда были тоже лекарства. 14 веков назад. Далан. А вот лекарства. Мы же лекарствами лечимся, человек говорит. Там были руке заклинания. Там больше метафизические, не материальное лечение. Здесь лекарства. Уже непосредственно физика. Хорошо. Мы опять же, далее он говорит, предпринимаем меры, когда сталкиваемся с чем-то опасным. Или чтобы не столкнуться с чем-то опасным, мы предпринимаем заранее какие-то меры. Хорошо. И вот ведь здесь мы просим у кого-то читать для нас рука и заклинания. Тут мы просим выписать нам лекарства, лечить нас. Далее мы, предполагая то или иное, предпринимаем заранее меры предосторожности. Разве это защитит нас от того, что Всевышний определил? То есть, в русском языке порой говорят, плохое слово, предопределение. Это востоковедческое слово. Ну да ладно. Нас это защитит от того, что уже определено Всевышним. Посланник Божий сказал, четко ясно. Это и есть вот эти вещи, рука и заклинания. Лекарства. Ваши меры предосторожности. Это и есть то, что определил Всевышний. То есть, вы это выбрали. По итогу вашего выбора вы получили с Божественного благословения тот или иной результат. И этот результат на основе все знания Творца и то, что не ограничен временем, он был известен. Но вы получили его, этот результат, по итогу, по результату вашего выбора в мыслях, словах и поступках. Это очень важно. Целая книга мною, так как нищеты, огромное количество нищеты в мышлении сваливают на кого-то, в том числе на судьбу, на Бога, на правительство, нужно понять, что да, удел ваш предопределен, но не в том смысле, что вам его не изменить, а в том смысле, что Всевышнему это изначально известно, какой вы будете делать выбор в каждом дне, в каждом часе, в каждой минуте. Но вы его делаете. И именно об этом у вас будет спрошено в Судный день. Какой сделали выбор? Книга «Финансы триллионера». Там эта тема очень подробно мною изложена. Прочитав эту книгу от начала до конца, вы для себя очень много раскроете в вопросах и мусульманского богословия, ислама, и финансов. Не в том смысле, что это харам, то харам. Нет. Вы откроете для себя врата божественной щедрости. Но постараться даже найти книгу, прочитать, а тем более применить и потом в последующем это уже уж извините, без этого никак. Ведь в результате нашего усердия, стараний, тем более многолетних, мы получаем божественное благословение, в том числе и на материальное изобилие. А кто будет менять мир к лучшему, тратя в том числе свои деньги, часть своих денежных средств, если не те, кто говорят, что они верующие и о том говорят, что милость Всевышнего бесконечна и что ему достаточно сказать будь и вот оно. Вы скажете, Шамиль, ну, проповедь легко читать. Милость Всевышнего, я знаю, что такое благотворительность и с учетом моих семейных расходов выделяю в разы больше во всем экономии на себе. Так что здесь давайте не будем путать эти ситуации. Каждый отвечает за себя, да, и я в полной мере, и канонически, и практически имею полное право вам это сказать. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь, и вы потом скажете спасибо и в перспективе земной, и в перспективе вечной. Иншаллах. Вальхамду лилляхи. Раббе лааламин.